What we do here is go back, 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 back... Всем привет ребят, сегодня у нас на распаковке и обзоре клонку Дракоптера GDI Inspire VLtoys Q333. Погнали! Итак, квадрат я заказывал на сайте gearbest.com Ссылка на квад в описании под этим видео, если что. Коробку уже вскрывали, но не знаю для чего. Ну и ладно. Комплектация у нас идет максимальная, с FPV и небольшим дисплеем, который вешается на аппаратуру. Коробку по пути немного ушатали, она приехала вся помятая. На коробке у нас изображен сам квад, спецификация квада, ну и рисунки, что же квад умеет делать. Что если доложить, пока я пытался открыть коробку, она у меня развалилась в руках. Итак, в комплекте инструкция, сам квад, немаленьких размеров, монитор почти на 5 дюймов со шторками для защиты от солнца. К монитору также идет крепление на аппаратуру, антенна и зарядное устройство. В мониторе уже встроен аккумулятор. Видеосигнал передается на частоте 5,8 ГГц. Четвертый канал. Аппаратура 2,4 ГГц, 4 канала, дальность примерно 100 метров. Аба питается шестью аккумуляторами типа 2А, хотя в описании товара указано, что всего лишь нужно 4. 8 лопастей. Вот такой вот странненький аккумулятор на 7,4 Вольта. 2000 мАч и стока отдачи 20С. Также китайцы нас порадовали картридером в комплекте и SD карты на 4 ГГц. Аппаратура по размерам средняя, пластик довольно приятный, что самое главное не скользит в руках. Установка IP в мониторе тоже не составила труда. Вставляем заднюю планку и в обхват антенну устанавливаем монитор. Далее фиксируем болтами, которые идут в комплекте. Ну а в конце вкручиваем антенну. На самом кваде установлены коллекторные движки. Если честно, у меня есть идея по переделке этого квада во что-нибудь помощнее. Сняв с него всю электронику и движки от Вилл Тойса, поставить что-то более серьезное. Потому что рама реально у него неплохо выглядит, согласитесь. Да и задумка неплохая, думаю. На носу кваде расположена камера. Она неподвижна, винты в объектив камеры не попадают в любом положении трансформации рамы. Материал рамы это угли пластика, а точнее все трубочки из него. А остальное все пластик. Пластик неплохой, даже выдержал несколько крашей об асфальт. И чуть-чуть треснуло морда. Вставляем аккумулятор, он просто защелкивается. При крашах у него есть занятное свойство катапультироваться. На кваде нет выключателя питания, так что вставляем аккумулятор и клад сразу же включается. Коннектор питания на аккумулятор тоже нестандартный, он чем-то похож на разъем блоков питания от компа. Время полета около 8 минут, а время зарядки аккумулятор 200 минут. Спереди на кваде расположены зеленые светодиоды, а сзади красные. Подсветку можно отключить с аппаратуры. Проба устанавливается очень легко, самое главное не перепутать маркировку. Ну что, осталось полетать. Вставляем аккумулятор, включаем аппаратуру. Клад достаточно быстро сопряжается с аппаратурой. При включении разводить стики не надо. Клад достаточно нормально летает против не сильного ветра. И имеет неплохую манерность. Режимы трансформации квада работают нормально. Ну и я влетал бы в положении винты на уровне корпуса. На этом все. Ссылка на квад в описании под этим видео. Подписываемся на канал, ставим лайсы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок